Раннее утро. Автобусы выезжают на маршрут строго по расписанию. На территории предприятия на улице Парковой сегодня базируется две трети машин. Летом минувшего года законодатели ужесточили требования к безопасности пассажирских перевозок. Одной из них ночью автобус должен находиться на охраняемой территории. Систему, которая реагирует на движение, включают на ночь, когда периметр полностью закрывается. До этого Григорий Сервули оставлял машину возле дома, а выезжал на маршрут с площадки возле Северного рынка. Подобные варианты по новому закону исключены. Приходим, идем, берем путевку, идем, медика проходим, потом едем, механика проходим. И вот сейчас я стою, жду время, сейчас 6.50 поеду. Строгий медицинский контроль. Машины перед отправкой на маршрут проверяют механики. Обязательное условие – чистый внешний вид и порядок в салоне. Ну, дождь, погода понятна. Все более-менее нормальные. У нас в огонечке просто грязь строительство. Автобус выйдет на маршрут после того, как побывает на мойке. Конечная задача – пассажир должен садиться в опрятную машину, которая двигается по расписанию, а не в зависимости от того, заполнен салон или нет. За перемещениями автобуса следят в диспетчерской через спутниковую систему. В крае мы занимаем лидирующую позицию по обеспечению безопасности именно пассажирских перевозок. С тем, что у нас на территории города Анапы уже три предприятия, которые осуществляют хранение. Плюсы здесь появились по безопасности движения. В первую очередь транспорт находится на хранении здесь. То есть вечером он при возвращении с линии проходит технический осмотр, что позволяет также его проверить и санитарное состояние, то есть отправить на мойку. Это уже другое предприятие. Оно обслуживает, пожалуй, самый горячий летний маршрут из Анапы в Витязево вдоль Пионерского проспекта. У этой и еще одной компании собственные базы, отвечающие новым требованиям. В итоге все городские автобусы сегодня под присмотром. Для тех, кто разрабатывает схемы маршрутов, порядок означает предсказуемость. В городском отделе по транспорту изучают потребности пассажиров, то, как заполнены автобусы. Работу планируют завершить до мая текущего года. Вероятнее всего, к лету внесут изменения в расписании, а возможно и в маршрутную сеть, в том числе с учетом появления новых микрорайонов.